Каждая команда, либо почти каждая команда имеет тренера в своей системе или в своем клубе и либо капитаны, которые ведут свою команду. Каждый тренер обычно имеет свой какой-то план игры на тренировочный процесс, он имеет план игры на саму игру, на сами соревнования, он имеет видение на весь сезон, и у него есть свои определенные ожидания от каждого участника команды. И каждый раз он это постоянно подтверждает. Есть хороший тренер, есть плохой тренер. Один может команду вести страхом, другой может вести команду любовью. И такая спортивная иллюстрация напоминает мне о том, что у нас тоже есть тренер, который не пожалел своего сына и отдал его за наши грехи. И чтобы мы имели вечную жизнь, то чтобы мы имели отношения с ним. Этот тренер его зовут Иисус Христос. И если мы не еще не признали его своим тренером в своей жизни, то мы должны посмотреть и глянуть на свои полки. Может быть мы увидим Библию. Библия это как план игры на нашу жизнь. И часто мы хотим, что же мне делать? Мы задаем вопросы Господу и говорим, взываем Господь, что мне делать? А все, что нам нужно сделать, то надо заглянуть в план игры, который нам наш тренер оставил для того, чтобы мы изучали, чтобы мы смотрели, что нам дальше делать. Поэтому даже Иисуса спросили, как же самая важная заповедь? А самая важная заповедь остается неизменной. Это возлюби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всем пониманием, всем разумом своим. И то же самое должны сделать мы. Мы должны, как члены Божьей команды, полюбить самого главного, полюбить своего тренера. Мы должны заглянуть в его сердце и познать, каково сердце Господа, для того, чтобы понять, какова воля для нашей жизни. Поэтому взглядывай, запоминай план Божьей игры для твоей жизни, для того, чтобы понять, какова воля Господа на нашу жизнь.